Без сельскохозяйств никак ничего не получается. Если бы люди не работали, если бы не сажали, это крах. И холод был. Хуже пандемия была. Я живу в Ахал-Калаге, в Джавахетсе. У нас работаю, я работаю, жена работает. Очень трудно, не то что в этом районе, во всем Грузии. Трудно что-нибудь новое внести в сельскохозяйство. Привезли новые семена, это самое главное, чтобы люди своими глазами посмотрели. Сейчас же у нас не 11, а 15 сортов нового картофеля. Будем учить фермеров. Как сделать, чтобы много урожая снять, чтобы себестоимость меньше была, выгода была. Чтобы люди здесь остались, никуда не уехали. Эта пандемия COVID-19 на всех повлияла. И на бизнес, и на людях. Очень большие трудности были. Насчет и транспортировки, насчет колебаний, курса валюты. Наше фермерское хозяйство осуществляет свою деятельность в сфере садоводства. Это является основным моим источником дохода. У нас на сегодняшний день деревья посажены на 18 гектарах. В прошлом году нам еще в период оптимизации добавили земли, которые неэффективно использовались. Ломаем старый сад и, думаю, весной или этой осенью мы посадим там новые сорта, хотим посадить груш. Скорее всего, косвенно все-таки это повлияло на наши доходы, потому что из-за того, что мы своевременно не смогли провести мероприятие, когда начались весенние заморозки, это всего лишь один день был, у нас очень хорошо расцвели деревья, то есть мы ожидали очень большой урожай. Но в связи с тем, что один день был заморозки, то есть минус, мы не смогли провести эти мероприятия, но потеряли, может быть, порядка 80% урожая из-за заморозков. В период пандемии многие испытывают трудности с доступом к финансовым ресурсам. К сожалению, у нас вот сейчас кредиты очень дорогие, процентные ставки по кредитам, то есть ставка финансирования. Во всяком случае, для садоводства, когда ты 3-4 года не получаешь прибыль, ты вынужден все время вкладывать, и вдруг у тебя может не хватить финансов. В это время очень важно, я считаю, поддержать сельское хозяйство и как-то им дать не, допустим, льготные кредиты, а, может быть, беспроцентные займы. Это очень помогло бы сельскому хозяйству. Я занимаюсь биологическим садоводством. Мы выращиваем биологически чистые продукты, фрукты именно. Мы должны были вот эти уже сады все уже обработать, когда только в феврале месяце уже, в конце февраля, мы уже, у нас вообще не бывает ни зимы, ничего. Мы должны постоянно работать над этим, чтобы получить какой-то результат. Мы должны были обработать почву, обработать деревья, чтобы не было вредителей, и уже подготовить почву. Мы ничего не успели, мы не могли вот эти препараты ввести. Есть и проблемы, опять же, мы не можем вовремя провести агротехническую технологию, провести обработку вот этих деревьев, обработку, сажать. Это мы должны уже зимой, уже в феврале месяце, мы должны сажать обрезку, делать все, если закроют, это все, это сельское хозяйство пропадет. Я вот боюсь из-за того, что если так закроют нас, у нас будет опять так же, это будет хуже. Поэтому я сейчас надеюсь, что у нас этого не будет, и я буду продолжать вот этот биологический именно препаратом заниматься. Вовремя, если я сделаю, я должна даже это сделать все, чтобы быть выше, закрыть вот это все наши расходы, и выйти на внешний рынок, не то что внутренний, а внешний. И я считаю, что правительство должно учесть вот эти наши вот эти все, работу сельского хозяйства нельзя остановить. Как вот хлеб выращивают, ее же тоже нельзя остановить, людей нужно кормить. И наши продукции, вот именно Узбекистан, это самое сладкое, все это, весь мир еще не знает, но ближние зарубежья это все знают. Но если нам дадут такую возможность, помогут нам рекламировать нашу продукцию, и выйти на внешний рынок, я думаю, Узбекистану знают весь мир. Фамилиарно наклонат на земледелието и, как вам да речем, главна причина ми е земледелието да го работам и от него живеем. Произведуваме пченка и пченица. Наиполитие до 50 фектари, 40-50, некого ж на 30, ставим зависност от поверхности, како и заимуванието от други собственници. Натано, имав не затворени граници, имав не разлипан производ, немав не пластмар, пластмар не беше затворен. Груба пресметка према умислата, да речем, дека имаме загубата, негде имаме около 60% загуба. Натамо, значит, ствадно, не загрижени, сериозно не загрижени, ако потра или ако продолжи вака, ќе имаме, ќе бидиме негде около за 2-3 години вратени на-назад со производство. Нема да видиме развиени, ќе имаме страшни и огромни загуби и на мален производен капацитет ќе имаме много. Според нас, значит, да речеме, треба да биде малце државата по-сериозна кон земјоделците, да имаме откупни центри и загарантирани цени. Найпоте ни помогнало, значит, државата треба да додели повеќе површина државна и да биде повеќе сунвенционирани производите, за да можеме да некои, да речем, некоја е скала до европските производи, за да дојдиме близко до ниф, мора да ни помогни државата за да можеме да излезиме од ваквата криза. Следните месеци, па и години, не загрижува, прво не знаеме колко ќе трае ова, на речем, тандемија. Ако трае по-долго и ако лошо поминеме ова година и уше една година, тоа ќе ќе биде многу лошо за земеделие. В смисол, шо голем делот фабриките не би праеле договори и не би се ширеле толково многу, така да и нашето производство намалено или поварувачка да би била намалена во поглед на фабриките. И уште една, да речем, главен проблем е што и ние сите, како земеделци, реално се плашиме од ова, така да не се опуштаме во некои поволеми проекти за да посадиме повеќе. Никој не знаеме какво ќе биде најесен, која треба се бери, дали ти имаме доводно работници, луѓе, па и механизација и сет. Сепак, ја смислам тука треба и сама да држава малко, да стави рака да кажи дека да, ако нешто не работи или некоја е фабрика, барем тие договорни производства, барем да и не подмири трошоците доколку дойде до нешто. Ние би однен кикс или една изолCIја во една фабрика, можо да да фаза месес дена, месес ден оваа е производство, шо се бери секој денем. Може да застани производство, да треба да охран .. Договорни цени, тоа секој веќе нема. Барем да знаеме дека дело negative Но если у вас нет проблем, то у вас нет проблем. Севы, айда о малында карантинда об, че грандицалардан токумды гирзал баялдык. Анан, бай Былтырка уйры, нюстилесептік, байкем Ошондында астырақ болды оқшайды тұражайыз. Жазға үшік та вилайдет тұражайызға. Ал байкем жазға, байқы Spyан landsады жазға шайда үшік байлды еп двееді үшік үзеддегғында арыпыға жазғындау – анат, отырпы мақы байлды морда жазығының еп wiele мулдарымша вғыvé, бақы үшін сезен сезенระ е мыл «みелениз байна үші Entãoі�드 кайdan» иharабай, байғы såғаны, байл данжат ирпередекінің бай ogлмай. Если мы готовы шахтрак, мы сомневаемся к пятным европейам, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok